Врач, юрист, работники культуры, многодетный отец, государственные награды из рук головы республики получили люди разных социальных статусов и профессий. Всех их объединяет одно – любовь к малородине и выбранной профессии. С одним из лауреатов познакомилась наша съемочная группа. Вручение государственных наград – одна из самых приятных обязанностей главы региона. Именно в этом признался Александр Евстифеев, поздравляя награжденных. Работники культуры, юрист, врач, многодетный отец – они все такие разные, но между ними много общего. Главное – любовь и верное служение своей профессии. То и другое было оценено по достоинству. Всегда хорошо, когда награждают жители республики, потому что это достижение результатов в разных сферах. И награды сегодня разные. Есть и президентские, есть и федеральные, есть и республиканские. И это заслуга ваша, это заслуга вообще коллективов, где вы работаете. Это заслуга той школы в широком смысле, и школы, и угла, где вы учились. Это результаты вашего воспитания. А главное – вы в своих коллективах теперь и для окружающих, и в своей семье еще раз доказали свое лидерство. А за лидером всегда тянутся, потому что мы хорошо знаем в любом коллективе отсутствие лидерства означает стагнацию. Поэтому то, что вы награждены – это признание ваших успехов, вашей успешности. И вы в этом смысле пример в самом лучшем позитивном звучании этого слова. В жизни есть люди, которые выбирают себе профессию сразу и на всю жизнь. Надежда Сулерова как раз одна из них. Училище, университет, а затем спустя некоторое время – руководитель народного хора. Начиналось все банально. Просто попросили провести несколько репетиций. А теперь она, как руководитель коллектива, получает почетную награду – звание «Заслуженный работник культуры Республики Мариэл». Работа нашего хора, ветеранов, очень востребована, потому что он единственный в районе, этот хор, который на протяжении вот уже семи лет показывает достаточно хорошие результаты. И могу пример привести. Мы два года подряд завоевываем лауреат в первой степени региональном фестивале хоров. И я так думаю, что высокие слова жюри, которые были представители жюри Москвы, говорили об уровне этого хора. Я так думаю, что это достойно их уровня и достойно той награды, которую я сегодня завоевала. Хорошо, когда у человека есть мечта. И просто отлично, когда она сбывается. Звучит все несколько высокопарно – поднимать культуру на селе. Но глядя на успехи народного хора, который прославил Медведевский район далеко за пределами нашей республики, можно убедиться, что цель в жизни была выбрана правильно. Самое главное – душа. Душа человека, который раскрывается в этих песнях. И когда песня доходит до людей, значит, мы смогли своим пением донести все свои душевные состояния, которые отражают песню. Предела совершенству нет, особенно, когда речь идет о творчестве. А полные залы на концертах коллектива – самая лучшая оценка работы не только самодеятельных артистов, которые, к слову, легко дадут фору молодым, но и их любимому руководителю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова